У жителей республики, имеющих право на льготные лекарства, осталось меньше месяца для того, чтобы определиться с выбором. До 1 октября они должны решить, каким именно образом будут получать помощь от государства в виде соцпакета или денег. Срок подачи заявления об изменении формы получения набора социальных услуг истекает 30 сентября. В Министерстве финансов считают, что водители, которые ездят без полиса ОСАГО, представляют собой реальную опасность для окружающих. Они нарушают права добропорядочных участников дорожного движения при ДТП, так как не всегда могут возместить им ущерб. Сегодня штраф за езду без полиса составляет от 500 до 800 рублей. С начала нового года вновь произойдет индексация пенсии по старости. В 2019 она вырастет в среднем на 7%. В 2020 году на 6,6% и на 6,3% в 2021. Это стало результатом принятых решений по изменению пенсионного законодательства по итогам обращения президента России 29 августа. Таким образом, доход неработающих пенсионеров к 2024 году должен составить 20 тысяч рублей. Уже в 2021 году многодетные мамы, имеющие трех и более детей, смогут воспользоваться пенсионными льготами, а именно выйти на пенсию на 3 или 4 года раньше остальных. Первыми таким правом воспользуются женщины, родившиеся в 1965-66 годах. Планируется отменить принятое ранее решение правительства Башкортостана о переходе на оплату отопления по факту, лишь в отопительный сезон. В числе 17 муниципалитетов, где должны были реализовать эту программу, есть и Нефтекамск. Документ об отмене сейчас находится на рассмотрении в республиканском правительстве. В случае его принятия жители Башкортостана будут платить за тепло равномерно в течение календарного года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова